Оказалось, что он очень востребован, так сказать, и долгое время, порядка 10 лет, этот спальный мешок был самым теплым в мире по тесту ЕН-1357. Потом, значит, буквально 2 или 3 года назад, это фирма РЭП известная сделала спальный мешок, и у них больше, на более низкую температуру, но вот этот спальный мешок протестирован в 2005 году до минус 60 градусов. Чтобы в такую температуру ночевать, конечно, должен быть очень серьезная защита молнии. И вот здесь, если вы видите, 4 клапана, получается, которые закрывают эту токомолнию. Да, внутри пуховой, объемный такой, пуховая плотка внутренняя, сверху одна плотка накрывающая, пуховая, сверху наглухо накрывается, там внутри молния застежка до самого верха, еще наглухо закрывается на липучке. Здесь такой огромный шар, тубус, то есть им можно укрыться, затянуться просто полностью на блухо. Система липучек очень сложная. Шар, то есть есть стяжка полицевая, по ею можно стянуться так, что можно только дышать. Остает небольшое отверстие для отдыхания. При минус 60 надо защищать еще, значит, и органы дыхания. То есть обычно в такую температуру человек дышит внутрь спального мешка, то есть выдыхает и вдыхает тоже этот же воздух. Поэтому минимальное отверстие, но отверстие должно быть, иначе человек может задохнуться. Вот этот спальный мешок мы просто сделали ради интереса сначала и думали, ну, и то мы будем покупать. Ну, каждый год у нас есть заказчики, и мы делаем каждый год эти спальники. Так что такой самый, можно говорить, самый теплый, но реально очень теплый спальный мешок. То есть можно спать на улице. Ткани сверху имеют защиту от капель, то есть они сноюбраны, защищают до 1000 мм водяного столба, но имеют очень хорошее дышащее свойство. То есть известно, что изморозьи внутри спальника не появляется. То есть материалы, дышащее свойство такие, что не возникает изморозьи внутри пуха.